Друзья, всем привет! Конец января на дворе и как мы с вами договаривались, раз в месяц мы будем выпускать сюжеты про скидки. В этом ролике я вам расскажу, как изменилась ситуация в начале года на предмет скидок на автомобили. Появились некие нововведения. Дилеры должны ставить автомобили на учет, должны сразу выдавать номера. Я вам расскажу, как это работает. И в целом поделюсь с вами разведданными, которые будут полезны всем тем, кто присматривается к новым автомобилям, кто вообще в целом интересуется авторынком. В этом ролике у нас есть спонсор. Сначала я вам расскажу о нем, а после мы продолжим обо всем по порядку. Присаживайтесь поудобнее, сегодня будет интересно. Поехали! А спонсором данного выпуска является канал «Механическое движение» в лице его автора Виктора. Здорово, братцы! Как выяснилось, Виктор мой сосед. И он снимает про автомобили с пробегом. Он делает обзоры на эти автомобили. Всем нам интересно, где же вторичка с хорошими техническими данными. Вот человек старается именно на техническую часть делать акцент. Это тот самый человек, который покажет вам, как правильно покупать автомобили с пробегом. Потому что он дает полезные советы, как правильно их покупать. Поэтому, друзья, очень вас прошу поддержать человека. Вы поймите правильно, сегодня на YouTube зайти очень тяжело. И самое главное, здесь нужна поддержка на начальном этапе. Поэтому перейти по ссылке в описании, подписаться на канал, дать человеку шанс вас заинтересовать, вас удивить. Сделайте это, пожалуйста. Подписаться вы всегда успеете. Поставьте лайк, посмотрите пару выпусков, понравится, будете продолжать. Плюс ко всему, помимо полезной информации, Виктор периодически разбавляет контент путем разного рода экшен. Так, в последний раз он купил себе жигу и пытается сейчас проехаться на ней по принципу арабской езды. То есть поднять ее на бок и проехать на двух колесах. Скорость 50 км в час. 60. Смотрел последний выпуск, не удалось, ждем следующих. Таки, друзья, канал механического движения ждет вас по ссылочке в описании. Ну а начнем мы с вами с нововведений, которые коснулись всех автомобилистов с 2020 года. В прессе пронесся слух о том, что официальные дилеры с 1 января теперь должны всех ставить на учет, выдавать номера. И вообще было сказано, что теперь нет этого 10-дневного срока, когда ты покупаешь новую машину и можешь передвигаться без номеров. Якобы сейчас ты должен купить автомобиль и выехать из салона уже с номерами. Слышали об этом? Рассказываю, как это работает, друзья. Я ездил по разным дилерам. BMW, Mercedes, Audi, Mazda, Toyota, Mitsubishi. В общем, Volkswagen. Куда я только не приезжал, и все в один голос говорят, мы этим не занимаемся. И никакие номера мы не выдаем. То есть получается, как сейчас происходит. Ты приходишь покупать автомобиль в автосалон. Приходишь, покупаешь его, оплачиваешь, спокойно выезжаешь и точно так же уезжаешь домой. Почему? Потому что все это болтовня и серия. Вы должны, вы обязаны. Это было только по телевизору. Как такового изменения на бумаге, в правилах каких-то дорожного движения, что ты должен ездить сразу с номерами, такого еще пока что нет. Понятное дело, что где-то на дороге гаишник может остановиться и прицепиться к тебе. Но опять же, апеллировать бумагой пока что нет. Если вдруг это появилось, обязательно ссылочку в описании присылайте. Но на бумаге нифига ничего нет. Плюс ко всему, происходит бредятина и серия, что опять вернулась эта тема с привязкой к региону. Например, я прописан в Москве, мне выдают номера, там, три семерки. Я прописан в области, мне выдают областной регион. Ты прописан в Казани, Казанский регион. Но покупая новую машину в Москве, ты можешь ее поставить по-правильному на эвакуатор, доехать до ближайшего ГАИ. Тебе ее поставят на учет. Но номера ты идешь, там, в соседнюю палатку заказываешь, и тебе как бы уже выкатят номера, согласно твоему СТС, где он будет привязан к месту твоего проживания, то есть к месту твоей прописки. На самом деле, нифига полезного, нифига удобного из этого нет. Раньше дилеры за деньги и сегодня могут всегда ставить машину на учет. Стоит это примерно 15-25 тысяч рублей. Ты приходишь, оставляешь денежку, оставляешь свои документы, паспорт, приезжаешь там через пару дней забирать машину, она уже на учете, уже все это сделано за тебя. Но это сделано за деньги. Так как рассказывать нам по телевизору, вообще непонятно, для кого это сделали, зачем это сделали. В общем, это пока работает через одно место. Таким образом, подводим итог, что приехав покупать новый автомобиль, в надежде на то, что вот по телевизору сказали, что я должен выехать из салона с новыми номерами на новой машине, такого не будет. На сегодняшний день все дилеры говорят, это добровольная услуга, поэтому нам никаких обязательств не давали, сказали лишь о том, что что-то мы там должны. Ну а мы с вами переносимся к официальному дилеру Mitsubishi на зону, где можно осмотреть автомобиль. Друзья, ознакомьтесь, это Mitsubishi Pajero Sport 2.4 дизель с механической коробкой передач. По сути, это, можно сказать, базовая комплектация, но она идет с цветом белый перламутр. Ценник автомобиля 2 миллиона 490 тысяч рублей. Мы ее забираем за скидкой минус 250 тысяч рублей, и в подарок идет зимняя резина, которая на машине уже стоит, и ковры в салон. Отмечу, что у Mitsubishi, ну реально, есть хорошая поддержка по трейдину. Если бы мы сейчас покупали с трейдином, то была бы дополнительная скидка 350 конкретно на эту версию, и 400 тысяч рублей на версию с автоматом. Что человек получает за эти деньги, вы можете посмотреть на официальном сайте, зайдите, пожалуйста, почитайте комплектацию. Все, что в нее входит. По факту, здесь человек покупает ее для себя, уезжает в регион, будет на ней кататься, передвигаться. Для него это, я считаю, отличный вариант. Вот такой автомобиль, конечно, технологически он уже старенький, но с другой стороны, все самое необходимое есть, и самое главное, как говорится, надежно. Но при этом, вот за рулем здесь еще удобно сидеть, сзади я как-то катался, но места, конечно, там слегка маловато, особенно если попрыгать на кочках. Но в целом, друзья, на вкус и цвет. Кто-то скажет, фу, нафиг он нужен, а так вот смотришь на машину, да в принципе, вообще отличная машина. Пару слов о трейдине. Как вы знаете, я частенько упоминаю о том, что когда ваша машина стоит по рынку миллион рублей, вы приедете к официальному дилеру, естественно, вам эту машину занизят. Но бывают ситуации разные, как это, например, может быть с Mitsubishi. Вы приедете к ним, вам скажут, пусть там 800 тысяч рублей, даже вот сильно занизили. Вам дадут там дополнительную скидку 400 тысяч рублей, то есть вы продаете машину за миллион двести. Это действительно круто, это реально выгодно. И то же самое бывает, как, например, в нашем случае, когда мы покупали Volkswagen Tiguan. Ребята, это, как говорится, правильный Tiguan на 220 сил, комплектация Sportline, розничная цена данного автомобиля 2 миллиона 849 тысяч с учетом дополнительных пакетов. Здесь мы применяем трейдин ради скидки. Смотрите, у человека был Saab 1994 года. Он на нем поездил 10 месяцев, при этом купил он его за 50 тысяч рублей. Оценка автомобиля 1 рубль. Но при этом ему дают дополнительную скидку за трейдин 100 тысяч рублей. Рыночная цена этого Saab, ну, 30-35 тысяч. Короче, машинка доехала, свою миссию выполнила, она ушла. Сейчас вот мы будем забирать этот автомобиль. 100 тысяч скидка за трейдин и прямая скидка от дилера. Итого мы забираем эту машину за 2 миллиона 383 тысячи рублей. Все за наличку. Сейчас доплачиваем и уходим. Здесь есть кассовый сбор 0,3 процента. Как мы решаем, ковры в салон резиновые, изначально дутворцевые, и в багажник резиновый ковер. Тем самым вот эту разницу мы компенсируем. Сам по себе человек вот собирал комплектацию. Вот вы вдумайтесь, он собрал себе Тигуан, который выходил 3 миллиона 60 тысяч рублей. Тигуан. Там было все, круговой обзор. В общем, все, что можно, он в него воткнул там за исключением фаркопа. Отсюда я вам хочу дать полезный совет. Если есть возможность, купите себе какую-то иномарку за те же самые 50-60 тысяч рублей. Пусть машина стоит. Найдете дешевле, еще лучше. Лишь бы, чтобы машина была на ходу и важна иномарка. Потому что отечественные автомобили, как правило, до 10 лет принимают. Для чего? Как только проедет полгода, соответственно, вы можете точно так же пригнать машину, получить дополнительную скидку. Понятное дело, здесь все нужно вычитывать, потому что за машину там тот же самый налог. Но покупаете, все посчитаете, мало ли будет полезно. Так, например, покупая, допустим, какой-нибудь Ницубиси, 400 тысяч дополнительную скидку. Ну, нифига себе. Конечно, это будет выгодно. Есть машины, где скидка там 55-60, невыгодно. То есть, надо считать. Парни, полезный совет записываем. Касаемо утилизационного сбора и повышения цен. В декабре прошлого года я вам рассказывал. Ну, и, собственно, по телевизору все говорили о том, что утилизационный сбор повышается. Соответственно, по телеку говорили, плюс 2-3% вырастут цены. Что произошло на деле? Во-первых, в декабре многие официальные дилеры уже подняли плановые цены на свои автомобили. Но это было не так сильно. Там 20-30 тысяч рублей. Некоторые автомобили типа Volkswagen там на некоторые модели действительно цены выросли на 70 тысяч рублей. У кого-то это происходит вот с января текущего года. С 9-го числа стало однозначно известно, что цены вырастут на машины в среднем на 5%. У кого-то это 4%, у кого-то это 7%, но в среднем 5% к цене это однозначно будет. Поэтому, друзья, читаю инстаграм, канал очень часто пишут, да откуда такие цены, вот мне делали предложение, там, ну, абстрактно говорю. Факт в том, что то, что вам называли ранее, там, месяц назад, два месяца назад, это было вчера, но не сегодня. Сегодня картина совсем другая, и вот с приходом новых автомобилей вы сами увидите, что цены сейчас на них вырастут. Соответственно, всем тем, кто хотел купить машину со скидочкой, один хороший совет. Ищите в оперативном порядке сейчас машину 2019 года, если вам удастся на нее договориться, забирайте ее сразу. Ждать, что дальше там в марте останется машина 2019 года, у нее будет скидка, такого не будет 100%. И важно, конечно, понимать, что сейчас начало года, сейчас уже подъезжают новые свежие машины, естественно, скидки будут меньше. Поэтому всем тем, кто хочет купить машину 2020 года, но со скидочкой, набирайтесь терпения, как минимум до апреля стоит подождать, потому что там уже будет больше машин, рынок насытится, и уже можно будет что-то покупать. Касаемо масс-сегмента, Kia, наши отечественные автомобили, почему я про них никак не рассказываю. Друзья, вот я вам объясняю, на отечественные автомобили типа Lada, любую модель назовите, скидка в лучшем случае это будет 20-30 тысяч рублей. Если больше, еще и подарки за наличный расчет без какого-либо обмана, это вот предложение прям лайк, жирный лайк, нужно смело брать. Как правило, на такие машины скидок либо не делают вообще, либо вот как по старинке раньше, помните, было, покупаешь новую машину, тебе вот ковры в подарок. Вот с отечественными автомобилями происходит примерно та самая история. Касаемо корейских автомобилей, там Hyundai, Kia, ну одно и то же, до 5%, это в среднем. Вы приходите, машина стоит миллион по рознице, вы должны понимать то, что 5% вам скидок 50 тысяч рублей. Как правило, дилер может предложить минус 30 тысяч рублей и какой-то подарок. Я вам про это говорил, я вам сейчас об этом напоминаю, плюс-минус та же самая история. За исключением новых моделей, там какой-нибудь СИД обновился, там Kia Optima скоро обновится, выйдет, там естественно картина совсем другая. Кстати, на Kia Optima очень такие плохие скидки, потому что их дико скупают таксисты. Я приезжаю к дилерам, они говорят, вот вчера, например, 5 машин выехал в такси, покупают, завтра приходит 3 человека, покупают машину в такси. Она самая дешевая среди D-класса, и она проходит под такси, там под определенную категорию, на которой они могут больше зарабатывать денег. Поэтому Kia Optima очень хорошо востребована, и здесь как бы физлицам, кто хочет купить ее под себя, будут не совсем выгодными условия. В каждом видеоролике я вам говорю, подписывайтесь на инстаграм-канал, там выходят только свежие новости. Друзья, обязательно это нужно сделать, делаю посты, где спрашиваю ваше мнение, люди высказывают его еще до того, как мы сняли видеосюжет. В сторис выкладываю информацию, по какой цене мы купили машину. Покупаем там Tiguan, стоил 2,5 миллиона, забираем за 2,2 миллиона, пишу. В общем, обязательно подпишитесь, активная ссылочка на него остается в описании, и как он называется, вы прямо сейчас видите на экране. А мы с вами перемещаемся дальше, мы приехали к официальному дилеру BMW, где я, собственно, забираю аж три машины. Друзья, вот так вот, люди, смотрите, BMW X1 в комплектации Sportline. Мы заберем эту тачку сегодня по цене 2 миллиона 120 тысяч рублей. Это цена при условии того, что сделают каско, но люди изначально сами-то каско и хотели. Пожалуйста, вот она вам, свеженькая машинка. Я вам могу сказать одно, что BMW, и как вообще любой модельный ряд любого другого производителя, это самый настоящий рынок акций. Сегодня дешевле, завтра дороже. То есть у меня были ситуации, когда я покупал, например, машину по цене 2 миллиона 200 тысяч за BMW 3 серии 318-ю. Вот недавно менеджер рассказывал, что они продали ее за 1 миллион 950 тысяч рублей. То есть вылетает по-разному. Бывает так, что их продают гораздо дороже, там, 2 300-2 400. Так, например, сейчас картина с тройками. 320-е дизеля, их очень мало осталось, их практически нет. То есть штучные экземпляры. Соответственно, цены на них подняли. В том году мы их покупали по цене 2 миллиона 400 тысяч рублей. Сейчас 2 650 и выше за новую машину. Идем дальше. Товарищ, который готовится на выдачу на следующий день, это BMW 320 Gran Turismo. Тот самый уходящий кузов. Но эта комплектация довольно-таки богатая. И цену этого автомобиля обозначили в 2 миллиона 700 тысяч рублей, если не ошибаюсь. Ну, 2 миллиона 690, если быть точным. Друзья, вот эти тачки было время продавали по цене примерно 2 100, 2 200. Ну, за 2 миллиона даже некоторые умудрялись забирать. Но это было примерно месяца 4 назад, когда машин было побольше. И, собственно, их начинали сливать. Сейчас точно такую же машину в М-пакете, простую, самую простую, вы найдете, ну, минимум, там, 2 450-2 500. И то, это придется действительно очень хорошо побегать. Я минимум, что нашел на этот месяц, на январь, 2 550. Факт в чем? Тачка есть, казалось бы, их становится меньше. И многие в этот момент начинают задумываться о том, что, ну, вот, сейчас начнут делать хорошие скидки, а чего их осталось мало? Ни хрена. Работает все немного иначе. Когда остается мало машин, дилеры понимают, что у них там 3 машины, у другого 2 машины. Но у многих, вообще, вот, у половины дилеров вообще машин нету. Что они делают? Держат ценник, потому что, ну, куда он денется? Стоит-стоит. Слить, как говорится, успеют седать. Тем более, когда начало года, там, январь, февраль. А 320 в комплектации довольно-таки жирненькая. То есть, здесь и кожа до кота, здесь лазерная адаптивная оптика. При этом, маленький стоит дисплейчик, на который запросто можно будет их за 35-40 поменять на большой хороший дисплей. Вот такая картина. Что думаете, все, что ли? А нет, не все. Смотрите, кто здесь еще прячется. Это тоже машину будем забирать. Это 530 дизельная версия. Но вот здесь самое, что интересно, друзья, это, конечно же, цена. Хочу вам напомнить, что ранее мы забирали подобный автомобиль в декабре прошлого года. И мы забирали его с ценой 3 миллиона 550 тысяч рублей. Сейчас я эту же машину, точно такая же комплектация, забираю по цене 3 миллиона 450 тысяч рублей. То есть, машина стала на 100 тысяч рублей ниже, но это при условии цены заказка. Человеку ее сделал, она им обошлась примерно в 160 тысяч рублей. То есть, смотрите, математика простая. 3 миллиона 612 тысяч рублей он отдает в кассу. Все, он получает машину, новую, свежую, 19-го года с касской. Полная касска, застрахован полностью. При этом я прозвонил всех остальных официальных дилеров. Минимальная цена была 3 650 за машину с учетом той же самой касски. Без касски в основном 3 700, 3 800. Вот такие цены. Некоторые говорили, типа 3 900, не разговаривать, даже не будем. Когда называешь дилеру, что нашел машину, за сколько? 3 450. Вот это просто, знаешь, до такого быть не может. Может, до вас обмануть, да эта машина там на номерах, она там ненастоящая, не существует. Вы приедете, вам скажут, что это неправда. Вот она стоит. Ее уже можно было забрать. Просто ситуация получилась так, что человек приехал с карточкой оплачивать. У него не получилось в салоне оплатить карты. Поэтому он сейчас катается, собирает деньги по банкам. То есть, 3 450 ему нужно собрать. И машину ему отдают. Если бы вы спросили меня, ну на какие машины остались те же самые предложения, что можно сегодня выгодно купить. Друзья, здесь все как повезет. Вот те же самые машины типа Мазда, Тойота. В общем, все то, что у нас продается, с одной стороны, востребованные машины, но их много. Вот те машины вы сейчас можете найти по хорошей цене. Если их много в наличии. Тех машин, которых осталось меньше. Так, например, простой пример вам. Шкода Кодиак 2-литровый дизель. Очень хорошо машина зашла на нашем рынке. Поэтому сейчас найти их в наличии, в нужной комплектации 2019 года, это практически будет нереально. То есть, вы будете выбирать из того, что осталось. А это там по Москве, не знаю, может единичные какие-то экземпляры. Перемещаемся к официальному дилеру Мазды. Вот так вот тачечки готовятся на выдачу. То есть, это не самая красивая зона. Но, тем не менее, все машины здесь свежие, новые, без номеров. Здесь их чистят, моют, устанавливают дополнительное оборудование. Мы же приехали вот за этой красоткой, ЦИК-5. Забираем мы ее со скидочкой 159 тысяч рублей. Плюс нам дарят зимнюю резину. Если не ошибаюсь, нам еще дарят сигнализацию. Ребята приехали с Воронежа до этого. Они там покупали машину и рассказывали такую ситуацию, что приезжают к дилеру, он с машины, к примеру, снял подкрылки, он с машины снял коврики. Специально, в общем, все поснимали для того, чтобы это потом продать. То есть, идет на самом натуральные, ну, нечестные условия для продажи, скажем так. И поэтому сейчас ребята приехали более подготовленные. То есть, тачку на подъемник в три глаза, не в три, в шесть глаз, в шесть рук все осматривают, чтобы потом не было никаких проблем. Вот это правильный подход. То есть, изначально, когда машину подбирали, заказывали, все документы по 10 раз сверяли, сейчас ВИН-номер есть, есть, буква в букву. Вот это правильно. Таким образом, сейчас все осмотрят, выйдут, никаких вопросов не будет. Кстати, всем владельцам Mazda CX-5 хочу обратить внимание, что вот эти сидения очень часто меняют по гарантии. У меня у друга такая же тачка, уже два раза мы сидения меняли по гарантии, поэтому если вдруг у вас появляются морщины, кожа, ну, прям сильно видно изношено, а при этом у вас машина на гарантии, обращайтесь, смело вам заменят. Мы сейчас сидим в CX-5, забираем CX-5 скидки, на них такие же, как и были ранее. Это очень хорошо, поэтому можно скинуть на машину смело 100-150 тысяч рублей получить подарки. Так, например, зимняя резина, получить сигнализацию с автозапуском в подарок, это все приятно. Можно выбить и более 150 тысяч, все это сугубо индивидуально нужно звонить, искать, и все зависит от комплектации. Ценник на автомобиль вырос, плюс 20 тысяч рублей, но все менеджеры отмечают, что в этом году цены выросут примерно на 3-4% в связи с утилизационным сбором. И вот на фоне всех этих поднятий цен набирает популярность снова кредит ради скидки на честных условиях. В этом году я уже оформил три сделки именно по такому примеру, когда у человека были деньги наличными, но мы специально берем кредит, чтобы закрыть его на следующий день, тем самым в разных ситуациях люди выигрывают кто-то 50 тысяч рублей, кто-то 100, кто-то 80 тысяч рублей. Давайте я вам по этому поводу сделаю краткое вступление. Живая ситуация. Volkswagen Tiguan в комплектации оффроуд с дополнительными пакетами с розничной ценой 2 миллиона 278 тысяч рублей. С 2020 года уже машина, все нового, текущего года. За наличный расчет человеку предлагают скидку минус 100 тысяч рублей. Готов забрать за 2 миллиона 178 тысяч рублей. Хотим скидочку. Что делаем? Махинацию с кредитом. Ссылку на нее оставили в описании. То есть здесь все легально, все прозрачно, никакого обмана в отношении клиента нету. При этом он забирает автомобиль за 2 миллиона 50 тысяч рублей. Как вам такое? Кто бы хотел еще дополнительно сэкономить? Вот вам, пожалуйста, живая ситуация. Поэтому кредит дело такое, поймите правильно. Брать его, конечно же, нафиг не надо. Но использовать как инструмент. Взял, закрыл на следующий день, пожалуйста. При этом, при этом можно было взять кредит по ставку 6,9. Опять же, в сторону клиента было бы все выгодно. Низкая процентная ставка платил бы, то есть и по процентам бы сэкономил, нежели чем брал бы там 16%. Но здесь, подчеркиваю, все сугубо индивидуально. Кредит это дело такое, нужно садиться, все считать, пересчитывать по 100 раз. Потому что обмануть человека, ввести в заблуждение, ну это очень легко. Многие менеджеры этим всегда манипулируют. Так, например, один говорит, у нас машина тоже 20-го года. Но имел в виду, что модельный год 2020-й, но сама по себе машина 2019-го года. Поэтому, друзья, здесь быть на чеку. Тем не менее, в тяжелые времена, когда есть наличка, да, опять же, в тяжелые времена есть наличка, там, 2 миллиона на машину. Ради доп. скидки можно крутануться, взять кредит. Здесь мы подводим черту. Общая картина стала хуже. Все те, кто ждал январь ради того, чтобы купить автомобиль прошлого года ради скидки, маленечко обломались. Если вы купили машину с хорошей скидкой, я вас поздравляю. Действительно, от всей души лайк вам за это. Друзья, рекомендую всем набраться терпения, дождаться, чтобы на наш рынок приехало как можно больше автомобилей 2020-го года. И в любом случае, дилеров много, конкуренция есть, куда они денутся, когда разденутся. В общем, захотят продавать, продажат делать, надо планы делать, надо. Появятся и подарочки, появятся скидочки. В общем, как-то мы это с вами переживем. Опять же, адаптируемся. Как они все делают? Они делают хитро, плавно, постепенно поднимают цены, чтобы нам это вроде бы как было не напряжено. Куда смотреть, когда вы покупаете новый автомобиль в автосалоне? Простой пример. Вот стоит машина, лежит ПТС, вы уже приехали на сделки, вам дают различные бумажки, что читать. Первое. В договоре, несмотря на то, что там 10 страниц, все самое главное находится на первой и на последней странице. Вы обязательно должны сверить все ваши паспортные данные. Михалев, Мехалев. Одна буква, уже совсем другой человек. Приедете ставить на учет, вам скажут не то, другой вы человек, езжайте обратно. И то же самое на последней странице. Спецификация автомобиля, ваши подарки, доп. оборудования. Уточняйте у дилера, как он это прописал. И обязательно сверяйте вашу комплектацию. Вот это самое главное в договоре. После этого вы идете к машине, обязательно проверьте, что это та самая комплектация. Я лично столько раз сталкивался, когда менеджеры изначально по телефону пытаются тебя надурить путем того, что это точно такая же машина, но на деле там нет ряда функций, которые для человека важны. Вы приедете и потом уже узнаете, что вас условно обманули. Точно так же сверяйте комплектацию. Если, например, в автомобилях в школу идут фонарики, зонтики различные, сразу это проверяйте, чтобы это в машине было. Ключи зажигания. Последний пример. Забирали Mitsubishi. Я говорю, проверьте два ключа. Один нажимает, открывается машина, на второй нажимает, он неактивен. Все почему? Менеджер перепутал ключи, потому что в этот день он выдает два одинаковых автомобиля. Казалось бы, простые ошибки не то, чтобы вас хотели обмануть, но просто допускают ошибки, которые вы можете проверить, будучи бдительными. Ну и в завершение пару слов про электронный ПТС. В ноябре 2019 года машины начались с ним продавать. В ноябре 2020 года все машины будут продаваться электронным ПТС. С одной стороны, как обычно, все эти нововведения воспринимаются поначалу некоторыми в штыки. Приезжаешь на сделку, тебе приносят просто бумажку, выписку, электронный ПТС. Просто копия, на которой там написано твой ВИН-номер и твоя машина привязана к нему. Приезжаешь ты в ГАИ, даешь этот ВИН-номер, забивают и всю историю по нему видят. Как будет происходить продажа на авторичке? Все то же самое, у тебя теперь, можно сказать, главный документ твой СТС, то, что ты можешь потрогать. Продаешь там договор купли-продажи, пишешь, и этот СТС. Забиваешь ВИН-номер, вся история по нему видна. Так, например, сервисы типа Автокод, по которым можно не только увидеть, сколько владельцев было по ПТС. В залоге, не в залоге, историю автомобиля, ДТП, не ДТП, все это можно просмотреть. Но, поначалу казалось, что это так удобно. Ты приезжаешь покупать новую машину, вот машина стоит, положил деньги, подождал там некоторое время, и в течение дня тебе уже все, там, этот ПТС отгрузили, его уже тоже нужно выкупать, и ты можешь на машине уезжать. Хренушки. Происходит это таким образом, что, например, в Мазде, в частности, вот на выходных, утром платишь, в пятницу машину заберешь в понедельник. Нужно ждать. Хотя раньше можно было отправить курьера, и он привозил физический документ, который можно было потрогать. В общем, все эти нововведения, я надеюсь, в этом году начнут нормально работать, но пока что это все, как обычно, сикость-накость, наперекосяк, никто толком, внятно ответить не может. Одна только постановка на учет. Я вот к кому не ездил к менеджерам, каждый рассказывает чуть-чуть по-своему. Тут так, тут так, в общем, целый сломанный телефон. Поэтому такая картина. Ну что, друзья, вот таким получился этот видеоролик. В течение месяца я собирал для вас разведданные для того, чтобы их все выжать в стакан полезной информации. Поставьте лайк этому видеоролику, напишите ваш комментарий, давайте ваши советы. Подписывайтесь на инстаграм канала, подписывайтесь на сам канал, потому что дальше будет больше полезных и интересных сюжетов. Не забывайте о том, что в описании к этому ролику остается ссылка на канал «Механическое движение». У меня на этом пока что все. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok